Глава 14. Бог в истории. Так же, как индивидуум не живет в одиночестве, не изолирован от других и народ. По этой причине до тех пор, пока святой народ остается «одним народом» в истории, его деяния будут в лучшем случае только частично эффективными. Их успех или провал будет зависеть от соотношения международных сил в ситуации, в которой народ живет и стремится к достижению своих целей. Народ со своей собственной задачей, даже если эта задача по сути универсальна, всегда может оказаться в конфликте с другими народами, руководствующимися исключительно собственными интересами. В самом деле, смысл существования народа, служащего Богу, непременно будет сталкиваться с жизненными устремлениями мира народов, служащих самим себе. Иногда конфликта невозможно избежать, что приводит людей к трагическим для этого одного народа, в кавычках, последствиям. В истории Израиля эти последствия привели к изгнанию. Они произвели еврея-скитальца. Изгнание в каком-то смысле естественное явление. На протяжении тысячелетий образ жизни одного народа, в кавычках, мешал всему остальному миру. Евреи вполне могли бы жить в мире со Сирией и Римом, Мухаммедом и даже Тарквемадой, лишь бы они согласились отказаться от своей особой исторической задачи. Поскольку в моменты испытаний Израиль не готов был предать свое предназначение народа Бога, на него постоянно накатывали волны ненависти и преследований. Изгнание – не случайное несчастье, а естественный удел народа Бога. Еврейская история неотделима от мировой. Тяжесть изгнания – это мера противостояния мира стремлением народа Бога. Это оборотная сторона еврейского универсализма. Евреи всегда столь же бездомны в этом мире, сколь бесприютно божественное предназначение человека в истории. Изгнание Израиля – это одно из проявлений Галута Шехина, отстранения божественного присутствия от людских дел. Верно, что в порыве строгой самокритики Израиль произнес слова «За грехи наши изгнаны мы с земли нашей». Конечно, когда Израиль стоит перед Богом, это верное утверждение. Но в отношении мира истина в словах «За тебя убиваем мы весь день». С самого начала истории Израиль знал, что изгнание будет неотделимо от его верности пути, заданному Богом. Характер изгнания Израиля, интенсивность его бездомности всегда были мерилом моральной и духовной зрелости окружающего евреев мира. Скитание еврейского народа в различных странах и временах – это самые яркие страницы этической и религиозной истории нееврейского мира. Как и первое изгнание в Египте, все последующие изгнания народа Израиля – не результат вынесенного Богом наказания, а следствие человеческих гонений и преследований. Поэтому и евреи, и неевреи задают вопрос, если неизмеримое бремя страданий изгнания действительно является незаслуженным, почему же Бог это терпит? Почему Он допускает страдания невинных и не защищает их? Почему не вмешивается вовремя, чтобы поразить будущего преследователя еще до того, как он совершит свои преступления? Эти вопросы предполагают допустимость какой-то формы вмешательства Всевышнего в ход истории. Действительно, если бы мы могли наблюдать в истории некое правило, по которому Всевышний вступается за невинных, тогда страдания евреев на протяжении истории что-то доказывали бы. Но страдания слабых и ни в чем не повинных скорее кажутся нам исторической нормой. Можно сказать поэтому, что изгнание Израиля соответствует этой норме, и вопрос, который оно перед нами ставит, это лишь еще один специфический аспект общей проблемы Теодицеи. Каким бы несравнимо ярким примером незаслуженных страданий не являлось еврейское изгнание, оно все-таки не единственный случай такого рода. Тот, кто спрашивает, почему Бог попустительствует преследованием своего народа, может с таким же успехом спросить, почему Он вообще допускает какую бы то ни было несправедливость по отношению к Своим творениям? Почему терпит страдания невинных в Своем мире? Эти вопросы, разумеется, так же стары, как сама история. Проблема Теодицеи или Божественной справедливости имеет два аспекта. Мы будем в рамках нашего обсуждения называть их космическим и историко-этическим аспектами. Существует зло или несовершенство, которое, по-видимому, изначально присуще творению. Это космический аспект проблемы Теодицеи, который мы обсуждали ранее в контексте творения. Но теперь нас интересует зло, которое вносится в историю сознательными сотворенными существами в результате действий людей и народов. И наш вопрос теперь стоит так. Почему Бог не мешает человеку множить скорбь и страдания в Его творении? В ответе на этот вопрос справедливо отмечалось, что любое конкретное вмешательство Бога не только сделало бы невозможным совершение зла, но и устранило бы все основы морали вообще. В мире, в котором зло с самого начала обречено на полный и явный провал, не может процветать и добро. Нельзя заставить человека быть добродетельным. Для того, чтобы быть хорошим, человек должен выбрать добро. Но выбор немыслим без свободы. Чтобы быть хорошим, человек должен иметь свободу быть плохим. Ему должна быть дана возможность выбирать между добром и злом. Если нет возможности успешно выбрать зло, то и посвятить себя добру человек не в состоянии. Добродетель человека состоит в его свободной приверженности добру. Обсуждая космический аспект этой проблемы, мы обнаружили, что несовершенство творения – необходимое условие свободы. Но то, что верно в этом контексте применительно к творению, верно также и относительно постоянной связи Бога с историей человеческой расы. Несомненно, Бог обладает достаточной силой, чтобы вмешиваться всякий раз, когда совершается зло. Ему и в самом деле ничего не стоит уничтожить, всякую несправедливость и все зло на земле. Но его явное вмешательство разрушило бы не только зло, но и человеческую сущность человека, а именно его моральную ответственность. Человек является человеком, если он вправе выбирать свой образ действий и только если он может делать это свободно. Позволительно сказать и так, зачем нам просить постоянных чудес для исправления зла в мире? Уж тогда проще заказать в кавычках «совершенного человека», который от природы был бы не способен ни на какое зло. Ответ на этот наивный вопрос, конечно, очень прост. Совершенный в таком смысле человек – это внутреннее противоречие, невозможность. Человек, не способный совершить зло, «не человек». Несовершенство человеческой природы неотделимо от самого его значительного достоинства, возможности добродетели, способности к ответственным решениям и действиям. Сотворив человека как существо с моральной ответственностью, Бог должен был дать ему возможность этических действий. Само действие должно при этом оставаться собственным выбором человека, иначе теряется его этическая ценность. Чтобы поступить правильно, человек должен быть способен ошибиться. Таков постоянный риск, присущий положению человека. Возможность человеческих страданий, незаслуженно причиняемых другими человеческими созданиями, всегда присутствует в истории, если человеку по великой божественной мудрости дается право стремиться к самоосуществлению. Теперь мы можем еще раз взглянуть на проблему той неизмеримой несправедливости, которая заложена в долгих годах изгнания Израиля. Как мы уже увидели, изгнание – результат неизбежного конфликта между исторической миссией одного народа в кавычках и амбициями других народов. Изгнание в таком случае – это симптом того, что в мире еще нет всеобщего конструктивного примирения. Нечеловеческие потоки ненависти и жестокости, почти без передышки, изливающиеся на Израиль, уже сами по себе являются признаком немощи человеческого духа и слепой ярости эгоцентрических страстей человеческого биофизического существования. Это убедительные свидетельства трагической истины. Человечество в кавычках – еще только потенция, но совсем не реальность. Трансформация, предание духу жизненной силы и жизненной силе духовной целеустремленности, митсва, еще не стала действовать в истории. И все-таки Всевышний не вмешивается в нее явно. История – это ответственность человека, задача человека. Ведь только он может построить человечество. Только человек может преодолеть дуализм внутри самого себя, и чтобы он был преодолен, человек должен сделать это сам. Бог, конечно, вездесущ. Если бы он захотел, он мог бы чудесным образом сокрушить тирана или злодейский народ. Но создаст ли такое деяние Бога примирение среди людей? Образуется ли благодаря ему человечество? Оно, безусловно, породит страх, и народы уже не посмеют обнажить меч друг против друга. И так история закончится всеобщей дрожью. При любом чуде история бездействует, но материал истории – это поступки человека. Ответственность за историю и ее цель переданы в его руки. Все это не означает, что сказанное здесь относительно молчания Бога в истории решает проблему теодицеи. Но это, однако, существенный шаг на пути к пониманию того, что данная проблема не просто результат человеческого невежества, а нечто заложенное в природу вещей. Если бы божественное провидение явно проявлялось в мире, если бы оно всегда убедительно оправдывало в кавычках человеческие ожидания, если бы Бог всегда действовал так, как этого требовало человеческое чувство справедливости, в мире было бы бесспорное свидетельство того, что нет смысла делать зло в кавычках, и это свидетельство уничтожило бы свободу человека выбирать тот или иной путь. Осталось бы только навязанное извне добро. Человек перестал бы быть существом с моральной ответственностью, проблема божественного провидения и справедливости должна навечно остаться неразрешенной в истории, чтобы у самой истории оставалась возможность увеличения ориентации жизни на Бога с помощью ответственности человека. Мы можем снова указать на идею скрывающегося Бога, которая обсуждалась в первой части этой работы. Мы уже видели, что первоначальный религиозный опыт встречи с большой буквы должен быть мгновенным, иначе человек не будет способен его вынести. И даже в то время, пока встреча продолжается, божественное присутствие может открыть себя только из-за какого-нибудь защитного экрана. В противном случае, человек окажется не в состоянии пережить ужас перед Всевышним. Мы также отмечали, что встречи в истории случались исключительно редко, так что у человека оставалось место для сомнений, и это гарантировало ему духовную свободу, которая является самым благородным свойством веры. Большую часть времени Бог скрывается от человека, чтобы тот мог верить в него без всякого принуждения. Мы говорили также и о религиозной необходимости признать, что нельзя доказать бытие Божие с помощью интеллекта, ведь если бы такое неоспоримое доказательство существовало, человеческий интеллект оказался бы закованным в цепи, и его поиск истины уже был бы предвзятым. И в конце концов мы нашли еще один смысл понятия теодицеи. Ради самого человека Бог не может явным образом вмешиваться в историю, поскольку такое вмешательство совершенно сокрушило бы моральную независимость человека и его ответственность. Как сказал пророк, будет молчать в любви своей. Само молчание Бога в истории следствия его заботы о человеке. Означает ли это, что Бог оставил свое творение на произвол судьбы, предоставив ходу истории идти, как пойдет? Такая идея совершенно несовместима с ответственностью, которую Творец уж никак не может с себя снять. События могут происходить не так, как этого ожидает человек и не так, как он это себе представляет, но существует окончательная ответственность и это ответственность Бога. Сотворив человека как существо, которое нуждается в духовной, интеллектуальной и этической свободе, чтобы осуществить свое предназначение, Всевышний пошел на риск в кавычках. Уважая человеческую богоданную независимость, Творец подвергается риску. Человек несет ответственность до той степени, до какой он свободен, за степень его свободы и за поддержку его в его свободе, несет ответственность Бог. Уже только поэтому невозможно себе представить, чтобы Бог оставил свое творение и был бы безразличен к тому, что человек делает со своей жизнью и миром. Встречи, так же, как и сообщения человеку божественного закона, уже сами по себе безусловно прямо указывают на интерес Творца. В то же время необходимость молчания Бога в истории исключает только явное вмешательство. Непрямое вмешательство Всевышнего остается возможным. Такое неявное и потому не вполне убедительное вмешательство в дела человека, которое человек может признавать, а может и не признавать, и является, по-видимому, одним из способов выполнения Богом его обязанностей по отношению к своему творению. Это некая компенсация риска, заложенного в свободе, необходимой для жизни и истории. Как мы это понимаем, Бог иной раз даже вмешивается в обличье естественных событий, происходящих в соответствии с законами природы. Многие из этих событий это его невидимые или нераспознанные посланцы. Впрочем, можно представить себе и такое, в результате свободных действий человека или игры природных сил или сочетания обоих факторов может создаться такая ситуация, что божественное вмешательство должно будет оказаться явным и видимым всем. Например, когда задуманный ход истории находится в серьезной опасности, не говоря уже о других возможностях, явное действие Бога может вполне соответствовать тому, чего требует его собственная ответственность за историю. В таких случаях речь идет о чуде. Чудо это тоже один из способов, которым Бог гарантирует задуманный им окончательный результат. Как человеческий поступок служит проявлением ответственности человека, свободно им осуществленной, также, пусть на несравненно более высоком уровне, чудо есть проявление свободы Бога в реализации его ответственности. Порой, когда проваливаются человеческие деяния, чудо может оказаться единственным способом исправить положение. Конечно, это означает, что чудеса не идеальный способ влиять на человеческие судьбы. По плану должны были бы действовать только поступки человека. Чудо это некоторая подмена истории. При чуде история бездействует. Более того, чудо всегда признак серьезного кризиса в истории. Нужда в чуде проистекает из степени необходимой для истории свободы. Когда неправильно используемая человеком свобода угрожает привести к нарушению границ рассчитанного риска, на который пошел Творец, его свобода может потребовать остановки этого вторжения. Конечно, не человеку решать, когда положение уже дошло до того, что нужно спасать его с помощью чуда. Удовольствуемся просто знанием о том, что в мире, живущем по законам природы, в самом деле есть место чуду. На этом этапе мы можем ожидать возникновения еще одного вопроса. Пусть мы признаем чудо логически и этически необходимым. Не является ли его материализация невозможной на практике? Если этот вопрос подразумевает, что чудеса невозможны, потому что они противоречат законам природы, то его можно считать полностью лишенным смысла. Мы не будем здесь обсуждать многочисленные религиозные и философские попытки рационализации чуда, которые вместо того, чтобы истолковать это понятие, просто находят ему какое-то оправдание. Совершенно прав был деист Давид Юм, когда называл определяющим свойством чуда не то, что оно противоречит законам природы, а то, что чудо является результатом прямого вмешательства Бога. Такая формулировка означает, что вовсе не все чудеса даже должны быть заметны. В то же время из нее вытекает, что чудеса все же противоречат законам природы, ведь прямое вмешательство Бога не является естественным. Чудо по сути своей, хоть это и не всегда заметно, противоестественно, но в рамках нашего обсуждения заявить на этом основании об его несбыточности было бы слабо обосновано. То, что противоречит природе, конечно, не может произойти естественным образом. Никто из тех, кто допускает возможность чуда, не отрицал этого факта. В том-то и состоит утверждение о допустимости чуда, что в результате божественного вмешательства может произойти неестественное. Истинный вопрос заключается не в том, может ли в материальной сфере произойти нечто противоречащее законам природы, но в том, позволительно ли вообще предположить, что Бог осуществит какую-то форму прямого вмешательства. Разумеется, возможность такого вмешательства нельзя отвергать на том основании, что у Бога не хватит на это силы. Исходя из посылки о всемогуществе Создателя, мы уже не вправе отрицать, что Бог обладает силой действовать и внутри своего творения. Если мы считаем природу чем-то отдельным от Бога, а именно так мы и делаем, рассматривая ее как творение Бога, то даже строго детерминистское толкование ее законов не исключает возможности чуда. Исходя из того, что в рамках природы ничто не может разорвать цепочку причин и следствий, нельзя заключить, что этого не в силах сделать Бог природы. Мы должны понимать философское значение взгляда, который полностью отвергает какую бы то ни было форму божественного вмешательства. В самом деле нет никаких оснований заявлять, что чудо неосуществимо практически. Возможность чуда можно отвергнуть только из логических соображений, если считать его несовместимым с постулатами некоторых форм метафизики. Такое логическое отвержение следует, например, из доктрины пантеизма. Если взять, к примеру, утверждение стоиков, что законы природы идентичны законам разума или законам всеобщего духа, который является душой вселенной, то нельзя представить себе никакое вмешательство Бога в ход событий. Такое вмешательство означало бы, что в законах универсального разума есть какой-то изъян, и они нуждаются в исправлении. Вполне в соответствии с традицией стоиков писал Спиноза, «Если бы мы могли мыслить, что в природе может быть сделано какой-нибудь силой, какова бы она в конце концов ни была, то, что противоречит природе, то это будет противоречить первичным понятиям, и стало быть, это должно быть отвергнуто как нелепость». У Спинозы космос, конечно, поглощается Богом. Их слияние так полно, что природа уже исчезает как отдельная сущность. Остается только бесконечная субстанция, божество. Исходя из таких представлений, Спиноза не может не заключить, что сила и действенность природы это и есть божественные сила и действенность. Законы природы сами по себе Божья воля, это Его постановления, вытекающие из необходимости и совершенства божественной природы. Следовательно, чудеса противоречат не только природе, но и божественной сущности. Впрочем, существует и форма теистической метафизики, в соответствии с которой чудеса тоже логически невозможны. Если исходить из того, что творение совершенно и представляет собой полностью воплощенный в мир божественный план, нужда в чудесах означала бы некий дефект в первоначальном замысле, который должен был быть беспорочным. Потребность в корректировке с помощью чуда указывала бы на некоторую ошибку в действиях создателя. Разумеется, в рамках такой исходной посылки было бы совершенно абсурдным допускать возможность чуда, не менее абсурдным, чем принять предложение Спинозы, что в природе не может произойти что-либо, противоречащее разуму. Не будем слишком долго задерживаться на доводах Спинозы против чудес. Его рассуждение вполне убедительно, но только при условии, если мы признаем его а-космический пантеизм. Как мы уже говорили выше, вся суть религии в общении Бога с человеком. Религиозное переживание встречи и идея творения диаметрально противоположны любой форме пантеизма, поэтому, совсем не соглашаясь с утверждением Спинозы, что сила и действенность природы это и есть божественная сила и действенность, мы можем представить себе творение только как акт божественного самоограничения. Природа, будучи творением отдельно от Бога, она вне Бога, она для Него другой в кавычках. Законы природы можно действительно назвать постановлениями Создателя. Они не идентичны однако божественной воле, как это понимает пантеизм. Законы природы это естественные законы. Они не божественные, а природные, что означает сотворенные. Между таким представлением о природных законах и возможности божественного вмешательства в них нет никакого противоречия. Более того, мы уже убедились, что творение как таковое должно по необходимости считаться несовершенным. Верно, что в совершенной вселенной, если такая вселенная вообще возможна, чудо не может произойти. Любое вмешательство в совершенное может его только испортить. Да и нужды в чудесах в такой вселенной не будет, ведь именно в несовершенстве творения мы обнаружили испытание человека и источник его возможности с этим испытанием справиться. Внутри совершенства нет выбора, нет альтернативы, нет свободы. Несовершенство творения — это шанс человека. Этот шанс данный человеку в виде свободы и ответственности в истории может привести к необходимости корректировки с помощью чуда. Поскольку элемент несовершенства — возможность человеческой свободы, то в него как раз и может быть вбит клин божественного вмешательства. Бог может корректировать ситуацию с помощью чуда, но предназначение человека на земле может быть выполнено только им самим. Это его задача и ответственность. Человек, который сделан хорошим с помощью чуда, это не хороший человек, а хорошая кукла. Суть добра, как мы уже видели, выражается действием или усилием сознательно предпринятым человеком без принуждения извне. Если создание человечества состоит, как мы говорили, в достижении всеобщего примирения, то это может сделать только сам человек. Если примирение не является состоянием, которое достигается благодаря желанию человека, если оно не возникнет как результат сотрудничества, которого человек добьется своими собственными стараниями, оно окажется неосуществимым. И даже тот день, о котором пророк говорит, и Господь будет царем над всею землею, в тот день будет Господь един, и имя его едино. Не может быть делом рук одного Творца без всякой связи с успехом или провалом человека в истории. Если бы это было делом одного Всевышнего, логичнее было бы с самого начала избавиться от истории и начать с этого самого дня, когда Господь будет царем над всею землею. В том, чтобы сделать Всевышнего царем над всею землею, есть и доля человеческой ответственности. Человек должен передать всю жизнь во власть Бога. Стремление к этой цели и составляет смысл истории. Значит, человеческое избавление лежит в области человеческой ответственности. Так пожелал Бог в то время, как установление человечества в кавычках посредством самоизбавления в кавычках человека еще далеко в будущем можно уже и сейчас различить в истории его намечающиеся контуры, вглядываясь во взаимозависимость всех человеческих судеб. Никто не живет в гордом одиночестве в кавычках. У всех есть соседи и что бы ни сделал человек или оставил незделанным, влияет на других и в какой-то степени на всех. Эти факты указывают на общую ответственность человеческого рода. Поскольку все в жизни взаимосвязано, праведники тоже страдают от последствий поступков злодеев. Это отражает отрицательную в кавычках реальность человечества. То, что мы с самого начала связаны друг с другом, знак того, что и в конце мы должны будем соединиться. Всеобщее избавление, общая ответственность всех. Конечно, не следует понимать это так, что человек полностью предоставлен самому себе. Тот, кто знает о встрече и о божественном откровении, не сомневается в заботе и любви Бога, с которых и началась вся история. Сотворение человеком человечества. Он знает также и о том, что даже на самых длинных отрезках истории, когда Бог, казалось бы, хранил полное молчание, на самом деле Он молчал в любви своей. В дерзости веры человек зачастую может распознать намеки надеяния скрывающегося Бога, не говоря уж о тех редких моментах, когда человек потрясенно обнаруживает убедительные признаки его заботы. Правильно видели мудрецы Талмуда в человеке партнера в кавычках Бога по работе творения мира. Кто может сказать, где заканчивается работа Бога и начинается вклад человека. Может быть, человек и ничто в кавычках перед Богом, а все-таки Бог желает его сотрудничества. Не исключено, что цель истории никогда не будет достигнута, и единство человечества никогда не станет полной реальностью для наступления дня, когда Господь будет царем над всею землею, возможно, еще потребуется завершающий акт божественной милости и любви, но ответственность человека и тогда не прекратится, поскольку не пропадет возможность приблизить конечную цель к осуществлению. Пока человек жив, его провал не станет окончательным, ведь после каждой неудачи он не только может еще быть прощен, он даже может начать сначала, если он вернется в кавычках. После каждой неудачи тшуа или возвращения позволяет человеку действовать так, как если бы его неудача была успехом. Возвращение к Богу – акт полной трансформации характера. Посредством тшувы прошлое не отменяется, это невозможно, но оно переделывается. Влияние прошлых неудач становится благотворным в своем воздействии на последующую волю и деяние. человек, который возвращается к Богу, включает даже свои прошлые грехи в строение своей переродившейся личности. Более того, человеку всегда предлагается вернуться. Один он не может достичь всеобщего примирения, но таковое всегда для него достижимо. Благодаря тшуве надежда на избавление никогда не умирает. Но что может нам гарантировать, что человек действительно использует этот дар Бога и после многочисленных трагических ошибок будет все-таки искать способ вернуться к Богу? Откуда возьмется гарантия, что в очередном приступе всеобщего безумия и преступности Он не истребит саму жизнь на земле, совершив таким образом свое последнее прегрешение? Отчасти мы уже ответили на этот вопрос. Бог, наделив человека определенной мерой свободы, источником всех человеческих заблуждений, а также и всех его достижений взял на себя ответственность за его окончательный исход. Бог один определил начало истории, Он же один установит ее конец. Дав человеку свободу ошибаться, он не позволит ему ошибаться всегда. Божественная ответственность за творение это и есть гарантия того, что цель, ради которой человек был создан свободным и ответственным, не будет в итоге оставлена, и в этом корень мессианской веры. Божественный замысел человека, как он был нам открыт на встрече и в его законе, будет осуществлен. Это мессианское обещание, неотделимое от истории. Но заранее задана только цель. Путь к ее осуществлению должен быть выжжен в кавычках самим человеком, и время, которое для этого потребуется, зависит от него. То, что сказали наши мудрецы об Израиле, относится и ко всей человеческой расе. Они не будут избавлены, если не вернутся. Поскольку в конечном счете Всевышний не проиграет, всегда остается время для возвращения. Нам хватит времени для достаточного количества ошибок, что означает и достаточную меру страданий. Человек надеется на то, что через страдания он вернется, чтобы быть избавленным. Но избавлен он будет непременно, потому что Бог жив. Нет никаких сомнений в мессианском осуществлении истории. Самое убедительное подтверждение этому выживание Израиля, выживание иудаизма и еврейского народа во все времена при чрезвычайной политической и физической слабости и несмотря на постоянные преследования и попытки искоренения не поддается никаким объяснениям. Это загадка всех времен. Возвращение Израиля в наши дни на свою древнюю родину, веру в которое он сохранял на протяжении бесчисленных поколений, не знает себе равных в человеческой истории. Страдания Израиля в качестве проявления взаимозависимости всей жизни отражают как мало человек преуспел в том, чтобы стать партнером Всевышнего в исполнении задачи человеческого спасения. Израиль всегда настолько же близок к мученичеству, насколько далек человеческий род от человечности. С другой стороны, выживание Израиля уже само по себе доказательство того, что цель Бога в истории будет выполнена и еще настанет день всеобщего примирения. Оправдает ли тот день цену, которую за его достижение придется заплатить страданиями и несчастьями? Человек не способен ответить на этот вопрос ни положительно ни отрицательно. Смотря на жизнь с позиции нелегкого опыта, мудрецы Талмуда уже сказали, лучше было бы человеку, если бы он не был сотворен. И все-таки они приняли жизнь как предназначение и ответственность, поскольку далее они говорят, но теперь, когда он уже сотворен, пусть задумается о своих делах. Только тот, кто знает первоначальное намерение, побудившее Всевышнего сотворить мир, может судить как о цели, так и средствах ее достижения. Мы можем иметь какое-то представление о цели, которую Всевышний преследовал, творя человека, из того, что он открыл человеку, но нам ничего не дано знать о цели творения в целом. Поместив человека в мир, Всевышний предлагает ему принять то, чего желает для него Бог и сотрудничать с Ним. удовольствуемся этим. В самом деле, до того, как настанет день осуществления цели и всеобщего примирения, многим придется пострадать из-за грехов других. Многие пропадут в пути. Что же с ними будет? Что будет с бесчисленными миллионами заплатившими за риск, на который пошел Создатель притворений, но так и не дожившими до оправдания этого риска? Тут мыслим лишь один ответ. Наше представление о божественной справедливости требует, чтобы в день всеобщего ее осуществления пропавшие тоже были судимы и оправданы индивидуально, ибо и страдали они индивидуально. Божественная справедливость, которую мы понимаем, как один из видов заботы Бога о человеке, обусловливает бессмертие. Она требует, чтобы при окончательном избавлении все поколения, которые когда-либо жили, были избавлены. Мертвые тоже должны жить, чтобы участвовать в осуществлении того обещания, которое наконец оправдает тяготы всех времен. Бог, такой, каким Он открыл себя человеку, это Бог заботящийся. Бог, наша гарантия того, что ничто, имеющее ценность в соответствии с Его замыслом человека, никогда не погибнет. Он хранитель всего. Поскольку Он есть, мы знаем, что ни один хороший поступок, ни одно доброе слово, ни одна благородная мысль и ни одно искреннее устремление никогда не пропадет. Поскольку Он, Бог, ничего из того, что стоит сохранить, не исчезнет в истории до такой степени, чтобы не появиться никогда снова, пусть даже вне истории. Субтитры Субтитры Субтитры